Продолжение следует... Продолжение следует... Я немножко волнуюсь, и поэтому наверняка будут какие-то лексические ошибки, заминки и так далее. Прошу меня за это простить. Начинаю я свое повествование про Энн Дмитриевну немножко издалека. Как известно, русская летописная традиция весьма патриархальна. Ключевую роль не играют взаимоотношения к князей. Поэтому мы знаем о распрях, военных политических фаянсах, ссорах, примирениях. Даже брак, как на одной из конференций сказал Федор Борисович, это союз двух мужчин. Простите, Федор Борисович. Я так и думаю. Да, что же касается женщин, то, кажется, на первый взгляд, они мало интересовали летописцам. Это проявляется и в характере упоминания дам летописи, и в частотности. И очень ярко это проявляется в терминах расстава, в терминологии расстава, которой я занимаюсь. Потому что относительно мужской терминологии, я тоже об этом много раз говорила, тем, кому я это говорила лично. Мы располагаем широким кругом метафор. Так, все Рюриковичи друг другу братья. Старший князь может называться отцом и братом младшему князю. Тесть или дядя также именуются отцами иногда, если младший князь осиротел, либо поссорился с родителями. На этом фоне женская терминология родства выглядит значительно беднее и используется чаще всего по назначению. Соответственно, сестра будет сестрой, дочь – дочерью, а мать – это чаще всего биологическая мать. Для мачехи же существует специальная формула, либо она называется мачехой, либо существует формула «яга-мать», которая, скорее всего, демонстрирует какое-то родство или теплое отношение с пасынком. Так происходит в случае Владимира Мономаха, который соглашается на просьбы княгини Анны, своей мачехи. И летописец оговаривает, что Владимир Мономах чтящий был юяка-матерь отца ради своего. И на этом фоне весьма необычно выглядит сообщение киевской летописи, датируемое 1154 годом. Оно перед вами, оно довольно большое, его можно… Это сообщение о смерти князя Вячеслава. Сейчас, секунду, вот это вот перед вами надо нажать. Вот я его вижу, все ли его видят. Все ли его видят, и все ли его видят, если не полностью, то хотя бы подчеркнутые… Вот Ростислав, спрятав тело его, да? Да, да, все видно, да. Я вас прошу обратить внимание на фразу и приказа Ростислава матери своей. Дело в том, что матерью здесь названа Новгородка Эн. Дмитриевна, вторая жена великого князя Ростислава Великого, которая, очевидно, не могла быть биологической матерью Ростислава. И это единственный случай, где мачеха действительно названа матерью. Летопись не дает точной… Почему не могла быть? Летопись не дает точной даты рождения князя, однако, по оценке Домбровского, он появился на свет, князь Ростислав, появился на свет между 1107 и 1109 годом, в то время как брак Мстислава и Эн. Дмитриевны, будем ее так называть, был заключен в промежуток между октябрем 1122 и февралем 1123 года. Здесь я опять ссылаюсь на Дарюшу Домбровского. То есть Ростислав был сыном первой, женой Мстислава. Да, извините, пожалуйста, следующий слайд. Здесь очень много будет, в моем докладе будет очень много князей с именем, заканчивающимся на слав. Вот, поэтому, да, вот, Мстислав, интересующий нас Ростислав. Я его выделяю пока курсорчиком. Вот, Ростислав был сыном первой жены Мстислава, шведской принцессы Кристины. И на момент свадьбы ему было где-то 11-13 лет. Интересно также, что в показанном мной отрывке, я вернулась, извините, что в приведенном мной кусочке летописи присутствует сразу два неродных родителя, так как Вячеславу, соответственно, приходится дядей князю Ростиславу. Вот, мы возвращаемся. Я боюсь, что... Можно вас перебивать? Да, конечно, конечно, конечно. Боюсь, что я забегаю вперед и выдаю какие-то ваши, так сказать, потаенные приемы, но я обращу внимание, что присутствуют два неродных родителя, которые и все термины родства, которые здесь есть, употреблены в неверном, так сказать, непрямом значении. Да. Дядя названа отцом, а мачеха названа матерью. Да, 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 да. Да, ну, собственно, это я только что пыталась сказать. Наверное, я, опять же, от волнения как-то пробежала. Нет, я просто... Вы это и сказали. Я просто обращаю внимание на это дополнительно. Да, я... Ага. Да, Фёдор Борисович. Пожалуйста, пожалуйста. Вот. Да, как я уже говорила, чуть-чуть выше выступления дядя, особенно Стриев, то есть дядя по отцу, вполне могли именоваться отцами. Если посмотреть на статью 1154 года полностью, кусочка, с которой я вот привела, давайте мы пока здесь останемся, то окажется... Дело в том, что она очень большая, я не стала её приводить, поэтому прошу вас поверить мне на слово просто. Вот. То окажется, что Ростислав и Вячеслав не единожды именуются отцом и сыном. Ещё до кончины последнего, ещё до кончины Вячеслава. Более того, сыном именуется не только Ростислав, но его старший брат Вячеслав. Сыном Вячеслава. Да, сыном Вячеслава, да-да-да-да-да. Напомню, на тот момент их родного отца, Мстислава, нет в живых. И, скорее всего, у Вячеслава тоже не остаётся... Ну, вот, да, я специально выделила эту парочку, Вячеслав, Ростислав. Скорее всего, у Вячеслава тоже не остаётся потомков, прямых потомков по уморской линии, которые могли бы претендовать на киевский стол. Вот, и, соответственно, как мне кажется, единственным способом удержаться ему на политической арене, ну, единственный способ был такое усыновление, усыновление в кавычках, потому что на тот момент оба князя были вполне себе взрослыми. Изяслав умирает в процессе повествования вполне себе взрослыми самостоятельными князьями. Вот. И да, действительно... Если можно, я чуть-чуть, так сказать, спрямлю вашу мысль, сделаю её чётче. Тут дело не в том, что, как вам кажется, то есть это не только реконструкция исследователя, но это напрямую описанный в летописи эпизод, когда дядя Вячеслав и его племянники Изяслав и Ростислав по-видимому как-то ритуально, детали ритуала мы не знаем, но явно процедурно и церемониально вступают в отношения отца и сына. И с этого момента начинают именовать друг друга отец и сын, соответственно. Хотя биологически они дяди и племянники. Но это, так сказать, целый ритуал, по-видимому, за этим стоит. Да, на самом деле, мне кажется, это я к корыстным мотивам Вячеслава относила по поводу того, что ему как князю, чтобы не попасть в отношения князей, то есть в список князей-изгоев, насколько я понимаю. Давайте вот на этот аспект, который нам с Анной Феликсовной особенно интересен, даже вы не отвлекаетесь, если вам не нужно. Мы в обсуждении его прокомментируем, если будет вопрос. А вы, так сказать, гните свою линию. Хорошо, да, я постараюсь не растекаться мыслью. Нет, нет, а вы не растекаетесь нисколько. И еще, что мне кажется важным, и на самом деле оно нам дальше понадобится, в этой же статье 1154 года. Сыном любимым Ростислава назван Святослав Всеволодович, сестричи Ростиславы на тот момент смоленского князя. Святослав, вот он у нас. Это сын одной из дочерей Мстислава Великого и ее мужа Всеволода Ольговича. То есть он тоже племянник? Он тоже племянник, да, он тоже племянник. Сын называется опять племянник по отношению к делу. Опять племянникам, но здесь немножко более редкий случай, потому что это все-таки сестричич. Вот, он племянник не по брату, он племянник по сестре. И более того, в летописи оговаривается, что Святослав, не повидався изяславу Давыдовичу, не строили своими Святославу Ольговичу и ехали к Вячеславу Киеву. То есть здесь мы видим развитие тех взаимоотношений, в которых упрекали Всеволода Ольговича, отца Святослава и зять Изяслава Ярослава, его родные братья. Напомню, что Всеволод и Мстиславич чаще всего были союзниками, и остальные Ольговича ставили в вину киевскому князю, ну, в будущем киевскому князю, что он опекает и дружит со своими шурьями более чем со своими родными братьями. Это такой важный вопрос. Одну секунду, просто для слушателей, которые не так глубоко в теме, как вы, поясню, в чем коллизия, в чем конфликт. Значит, есть две линии Рюриковича. К этому времени род Рюриковича уже довольно обильно разросся. Есть две линии, магистральные линии династии. Есть так называемые Мономашичи, на самом деле, те, кто потомки Всеволода Ярославича и Владимира Мономаха. И есть так называемые Святославичи или Ольговичи, тоже, в данном случае, неважно, это Черниговская ветвь Рюриковича, которая по иерархии, вообще говоря, могла ограничиваться не только Черниговым, а гораздо большим, потому что их пращур, Святослав Ярославич, был старшим братом Всеволода Ярославича, тот, который пращур ветви Мономашичей. Поэтому все это старшинство было актуально и сохранялась в династии память о нем. Поэтому две эти линии Рюриковичей все время конкурируют. Как бы получилось так, что Мономашичи в основном владеют всем, а те только черниговскими, так сказать, угодьями, при этом Черниговская ветвь все время претендует на большее. И вот в какой-то момент представитель Черниговской ветви Всеволод Ольгович объединился с Мономашичами, взяв с жены дочку Местислава Великого. Там он был киевским князем потом. И когда от него очень многое зависело, и когда он многим мог распоряжаться, получалось так, что он больше потакает не своим родным по крови родичам, не Черниговским Рюриковичам, а Рюриковичам, которые с ним связаны только через этот брак, то есть Мономашичам. Он как бы подыгрывает. И в этом его кровные родичи и обвиняют, что он предпочитает кровному родству, родство по браку, родство по свойству. Да, ну, собственно, спасибо большое, Федор Борисович, я... Так, сейчас, секундочку, я тогда это пропущу. Рая, если я вас сбиваю такими комментариями, то я могу помалкивать. Нет, мне просто, мне как раз сложнее, ну, то есть у меня написано все это более сложным языком, и как раз ваши объяснения, которые чуть более легкие и простые, мне кажется, они идеальны. Вот, сейчас я просто так не пропущу. Вот, итак, да, тогда мы просто держим в голове, что Святослав тоже, Святослав, который по отцу принадлежал к линии Ольговичей, тоже был назван сыном любимым Ростиславом. Вот, возвращаемся к теме моего доклада. Наконец-то переходим. Я уже говорила, что отец, дядя-отец, то есть дядя, названный отцом, это стандартное явление для летописи. А вот, что касается Эн. Дмитриевны и мачехи, названной матерью, то здесь все не так привычно. Ну, во-первых, для пересчета терминологии внешне нет никаких предпосылок, потому что в достойчивой княгине не располагали недостаточной власти, потому что обычно дядя-отец или вообще отцом называли тех князей, которые могли выступать в качестве покровителей. Вот. У княгинь не было достаточной власти для того, чтобы оказывать покровительство не только своим пасынкам, но даже родным детям. Не всегда такая возможность была. А во-вторых, в определенный момент в летописи появляется довольно пренебрежительный термин «мачешич» по отношению к Владимиру Мстиславовичу. Так, я не могу... Сейчас, вот он у нас. Владимир Мстиславович. Да, у меня немножко несовершенная таблица. Да, еще я хотела сказать, что таблица построена таким образом. То есть я выбрала только тех князей, которые будут фигурировать в моем докладе. Естественно, это не все дети Мстислава, не все дети Владимира Мономаха и так далее. Вот. То есть по отношению к Владимиру появляется... Важно понимать, вот просто, чтобы это совершенно отчетливо видно из вашей таблицы, но вот опять-таки для неискушенных в княжеской генеалогии, важно понимать, что сейчас идет речь о Владимире Мачешиче, который есть плод второго брака Мстислава Великого. То есть он вообще говоря по отцу, он родной брат и Всеволода, и Изислава, и Ростислава. У них разные матери, но один отец. И тут надо понимать, что этот Владимир гораздо-гораздо младше своих старших братьев от первого... становения Слава от первого брака. Да, да, да. Вот по поводу младшего... Ну, по поводу его возраста я еще скажу. Да, помимо Владимира у Энн Дмитриевны и Мстислава Великого была еще дочь Евросиния и младший брат Ярополк, скорее всего, младший, не такой известный. В летописи он напоминается всего несколько раз. Но нас сейчас интересует именно Владимир. Владимир и, естественно, его мать Энн Дмитриевна. Вот. И что еще интересно по Энн Дмитриевне? Она не так часто упоминается в летописи, и последний раз вдовам Стеслава Владимировича встречается нам в 1167 году в момент своего изгнания из Киева. Летописец сообщает, что княгиня уходит в Чернигов. Это важно. И уход в Чернигов, то есть в отчину Ольговичей, дал историку Петру Толочка, допустим, сомневаться в том, что вторая жена Мстислава, приведенная из Новгорода, и вдовствующая княгиня — это одно лицо. Якобы, что уход в Чернигов показывает, что эта женщина могла быть из рода Ольговичей. Гипотеза лишена лишена рациональных оснований, потому что у нас нет никаких сообщений о третьем браке. Однако отсутствие сообщений о третьем браке есть единственный контраргумент. Уход княгиней Чернигов, где ее следы теряются, действительно вызывает некоторые вопросы, и вот ответы на них, как мне кажется, может дать нам термин «мать», встретившаяся в начале моего повествования. И, как кажется, он дает повод реконструировать взаимоотношения старших Мстиславичей и говорить о том, что они были, если не весьма теплыми, то весьма крепкими. Можно я чуть-чуть добавлю саженку, прежде чем вы будете говорить дальше? Действительно, ведь есть такой стереотип, куда деваться княгиней, когда она овдовеет. Она может продолжать жить там же, где княжил ее муж. Например, многие вдовствующие княгини киевских князей остаются в Киеве, что, собственно, очень долго и делает наша неизвестная по имени Дмитриевна, Эн. Дмитриевна, пока ее оттуда родственнички не изгоняют. Она живет в Киеве. Что еще может делать княгиня? Она может жить при своем сыне, старшем сыне, если у нее есть такая возможность. Такое тоже бывает. Или он живет при ней, это уж как получится. И третий распространенный вариант. Она возвращается к своей родне. То есть новгородская знатная женщина так, по идее, должна была бы вернуться в Новгород. Ну, еще она могла постричься в монахине. Но вот, скажем, немецкая принцесса возвращается в Германию, новгородка может вернуться в Новгород. Женщина из рода Рюриковичей может вернуться к своим братьям, внучатам, племянникам, не знаю кому. Туда, где княжет род ее отца. А это наша новгородка. И кажется, все-таки, никаких сомнений в том, что она новгородка нет, потому что бедный Мстислав и так женился довольно незадолго перед смертью. Да, да, да. Так уж он успел произвести... Там уже просто не остается времени для третьего брака. Который явно... Он должен быть какой-то совершенно такой аферистом, чтобы еще устроить третий брак. Быстренько заведяя двух детей, двух-трех детей с молодой женой, мгновенно ее уморив, жениться и потом умереть самому. Это, в общем, какой-то совершеннейший абсурд. У него просто физически не оставалось на это времени. То есть вот времени нет, а загадка есть. Почему княгиня, будучи по происхождению новгородкой, почему она остается в Киеве, неудивительно, а вот почему, будучи изгнанной оттуда, она едет вовсе не в Новгород. Впрочем, заметим, что от своей родни она оторвалась уже очень давно. Это уже прошла такая целая эпоха. Но вот что ее понесло в Чернигов, это действительно такая совершеннейшая загадка, потому что это совершенно нетривиальный вариант развития событий с вдовствующей княгиней. Да, да, да. Лучше сейчас что-то добавить. Давайте сейчас. Давайте. У нас такая дискуссия получается хорошая. Или лучше потом. Я боюсь вас сбить, я не хочу. У меня все записано, поверьте, не собьете. Нет, ну и тем более я, может быть, скажу то, что вы собирались сказать. Тут важно для наших слушателей важно отметить следующее, что вот этот вот второй брак Мистислава Великого, который в центре нашего внимания, это довольно интересный брак князя на женщине не княжеского происхождения. Он первый, насколько я понимаю. Если первый президент... Первый из нескольких таких браков, каких мало вообще говорят. Потому что это все-таки редкость. И мы, более того, даже знаем, кто был, как видно, из Райанова Энн Дмитриевна. Мы знаем даже, кто был отец этой самой невесты и будущей жены князя. А именно это новгородский посадник Дмитрий Завидич, о котором все-таки, ну, хоть что-то известно. Так что тут еще это довольно существенно учитывать, что если бы она поехала, как бы если бы следовать вот тому, что рассказала Анна Феликсовна, по идее она должна была бы возвращаться в Новгород в свою семью посадническую, а вовсе не в Чернигов. И это заостряет эту проблему. Собственно, я думаю, поэтому Петр Петрович Толочко и высказал, ну, скажем, аккуратно, чересчур смелую гипотезу о третьем браке Несислава Великого. Именно потому, что она едет вовсе не в Новгород, а в Черниговские земли. Да, на самом деле гипотеза, с одной стороны, чересчур смелая, с другой стороны, кроме того, что у нас нет никаких данных вроде как о третьем браке, нам вроде как даже нечего противопоставить. То есть действительно она должна была быть либо в Новгороде, либо за сыном отправиться в Суздаль, либо остаться в Киеве, ну, что было невозможным, потому что ее изгнали оттуда. Что же касается Новгорода, то, возможно, это каким-то образом связано с тем, что план Мстислава Великого по оставлению, скажем так, Новгорода за своей семьей довольно рано был расстроен. То есть сам факт женитьбы, как кажется, на Новгородке был призван укрепить не просто на Новгородке, а на завидовой внуце, то есть на внучке посадника Завида, первого посадника, по свидетельству Янина, первого посадника во время правления, да, во время правления Мстислава в Новгороде, был призван укрепить положение его положения и положение его семьи. На тот момент, в 23-м году, в 22-м, 23-м году, когда произошла свадьба, в Новгороде правил, ну, стол Новгорода занимал Всеволод, старший сын Мстислава. Вот, и какое-то время с 20-го по 28-й год посадничество в Новгороде, ну, пост посадника в Новгороде действительно занимали лояльные к Мстиславу Бояре, то есть пять лет правил, присланный из Киева Борис, его сменил Мирослав Гюриатич, который, извините, пожалуйста, который был из рода Роголда Гюриатичей близких к первой жене Мстислава Великого. Вот, а в 28-м году посадником тем более стал Завид Дмитрович, брат нашей героини, брат Эн. Дмитриевны. Далее, я не буду просто вдаваться в подробности, план Мстислава о оставлении за собой Новгорода был расстроен, Всеволод был изгнан и так далее. Вот, а возможно, это стало причиной того, что, ну, Завид Дмитриевич довольно быстро умер в том же 28-м году, вот, и, возможно, вот это вот отрывание от семьи стало действительно причиной того, что Эн. Дмитриевна не смогла вернуться в Новгород. Далее, довольно... Можно последний элемент саспенса для тех, что... И мы сейчас, честное слово, перестанем. Для коллег-скандинавистов. Казалось бы, два брака Мстислава Великого и, соответственно, две группы его детей страшно контрастны между собой, потому что старшенькие дети, вот, Всеволод, Изислав, Ростислав и еще целая компания старших дочек, они вообще говоря, дети Мстислава Великого и шведской принцессы Христины. Да. То есть это такой замечательный русско-скандинавский междинастический брак, и дети от этого брака в очень значительной степени живут в таком европейском пространстве. Они женятся и выходят замуж, часть из них далеко не все, тоже заключают такие междинастические браки с европейскими государями, а это такие действительно европейцы. Может показаться, куда там посаднические дочки, на которые Мстислав женится довольно поздно. Между тем, это, по-видимому, не совсем так. Как известно, русские князья женились, собственно, на своих Нарюриковных, на иностранных принцессах и на Новгородках. Мстислав будет одним из первых, но далеко не последним князем, который возьмет в жены Новгородка. И это Новгородки из определенных родов, про часть из которых есть сильное подозрение, что они не про все, а про часть, что они тоже выходцы из Скандинавии. То есть, возможно, а во многих случаях это довольно неплохо прослеживается, это потомки той самой варяжской элиты, которая в князья не выбилась, но по своему статусу, вот как-то от всех остальных людей отличается, всем остальным просто людям была противопоставлена, а к князьям приближена. Чтобы уж совсем не дать рая слова, добавлю к этому, что, опять-таки, для коллег-скандинавистов, что ключевым вот для всех этих построений и вычислений не районных, а вот того, что сказала Анна Феликсовна, ключевым является эпизод брака, замужества Инги Герт на Ярославе Мудром, когда она ставит в качестве своего условия отцу, что с ней поедет Ярл Рёгнольд Старый и дает ему в качестве такого вот, в качестве, не знаю чего, Лена или вот некоторого пожалования, дает ему старую Ладогу. Вот из этого, из этого рода Рёгнольда Старого произошли многие, возможно, произошла целая ветвь будущих новгородских посадников 12 века и вообще многих новгородцев. Но об этом мы сейчас не будем на это, так сказать, отвлекаться, просто тут важно, действительно правильно совершенно говорить Анна Феликсовна, важно подчеркнуть такой явный, явный для людей той поры скандинавский подтекст всего происходящего. Да, причем у нас нет никаких данных, практически никаких данных о роде завида, и мы не можем ни подтвердить, ни исключить того, что они могли иметь какое-то, или не могли иметь какое-то отношение как раз к этому знаменитому роду Роглотовича и Гурятичей. Итак, у нас Анна Дмитриевна не возвращается в Новгород, но тем не менее ее брак был, ее брак Мстислава с ней был обусловлен некоторой поддержкой и укреплением Мстислава в Новгороде, Мстислава и его потом. Далее, довольно долгое время после констатации свадьбы персона Анна Дмитриевна не интересовала летописца совсем. Дело в том, что, как пока я видела, в большинстве случаев на политическую арену княгини выходят уже вдовами, а замужние женщины проходят пока они упоминают в качестве жен своих мужей. Да, часто в качестве жен своих мужей. Косвенное упоминание об Эн Дмитриевне мы встречаем в эпизоде гибели Игоря Ольговича, датируемом 1147 годом. Почему косвенное? Потому что там говорится, да, простите, я не привела его, но тем не менее там все просто, можно без цитаты, там говорится о том, что Владимир Мстиславович, пытавшийся помочь Игорю Ольговичу, пытался спрятать его во дворе матери своей. Это тот самый Владимир Мачешич. Да, это тот самый Владимир Мачешич, который пытался помочь Игорю Ольговичу и собственно гибель Игоря Ольговича, ну то есть убийство Игоря Ольговича произошло во дворе, в бывшем дворе Мстислава, во дворе Энна Дмитриевна, которая, по-видимому, жила все это время в Киеве. Одну секунду, просто поясню опять-таки для тех, кто не знает историю династии, значит, речь идет о таком страшном эпизоде, когда, в общем-то, уникальном эпизоде, когда киевского князя растерзала недовольная толпа киевлян, его сначала там предшествовали некоторые события, которым я не буду даваться, но, которые я не буду даваться, но это Игорь Ольгович, представитель Черниговской ветви Рюриковича, который сел на киевском столе, просидел там очень недолго и погиб страшной смертью, потому что действительно его растерзала толпа недовольных киевлян. Он растерзал киевским князем, это был такой двойной грех, потому что к этому времени Игорь уже от всего отрекся. Игорь уже отрекся и собирался постричься в монахе, но это никого ни от чего не остановило, и вот во время этих бурных событий в Киеве, собственно, Владимир Мачешич, который нас сегодня очень интересует, и пытается спасти Игоря Ольговича от бушующей толпы, собственно, пытается спасти точно так же, как, наверное, в любой ситуации бы пытались спасти, а именно он его пытается спрятать на дворе своей матери, княгине вот этой Энн Дмитриевне, но это не помогает делу, но в данном случае это не важно. Ну, во-первых, он пытается спасти его ценой собственного здоровья, потому что там говорится о том, что ему досталось, а во-вторых, да, он укрывает Игоря Ольговича на дворе своей матери, что, может быть, косвенно показывает нам, что Энна Дмитриевна все это время жила в Киеве, ну, то есть после смерти мужа и вот во время взросления своего сына она, ну, какой-то довольно большой части. Слово косвенно здесь не очень уместно, потому что, на мой взгляд, на плену показывает. Мы не знаем, как долго она там жила. Да, 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 да. Да, но точно жила. Пока не прогнали, пока не прогнали, да, да. Да, и вот полноценно в политическую игру княгиня Стеславля вступает в 1155 году, когда летописец сообщает нам, что она побывала у своего зятя, короля Геза II и дочери Евросинии, венгерской королевы Евросинии. Вот. Так. Ой, простите, пожалуйста. Так, да. То есть Владимир Стеславович отпускает, отправляет свою матерь в Угры, в Венгрию, это сообщение кажется не просто таким родственным визитом, что еще съездила к зятю, потому что этим же годом датировано обострение отношений Юрия Долгорухова, младшего брата Мстислава и его тоже давнего соперника с его детьми, с Ростиславом Мстиславовичем, с его старшим из оставшихся на тот момент живых сыновей Ростиславом Мстиславовичем. Дело в том, что в 55-м году действительно обостряется конфликт Мстиславовичей с дядей, который, по-видимому, был одного с ними возраста, одного поколения. Ростислав, то есть сообщение об отъезде Энн Дмитриевны стоит в самом конце погодной записи, то есть после Ростислав уступает киевский стол Юрию, и сообщение об отъезде княгини стоит в самом конце погодной записи, уже после креста целования, после примирения, однако, как мне кажется, не стоит исключать того, что дава Мстислава выполняла некоторую дипломатическую все-таки функцию, и в случае чего могла обеспечить и договориться о какой-то поддержке для сына и пасынка у венгерских родственников. Почему? Потому что здесь нам следует вернуться чуть-чуть назад и вспомнить, что Еза второй, муж Ефросиньи, был преданным союзником... Самый зять. Да, зять, которого... Угорский зять, к которому ездила наша героиня, был давним и преданным союзником Мстиславичей, в частности одного из старших пасынков Энн Дмитриевна из... Изислава. Изислав сам организовал этот брак, скорее всего, на тот момент Мстислава отца уже не было в живых. Ну да, естественным образом, что старший братьев занимался браком своей сестры, маленькой сестры. И Буду, после этой свадьбы не раз прибегал к помощи Геза в военных конфликтах. И, судя по летописи, не раз обращался... Ну, да, несколько раз обращался к Евросинии Мстиславны, который служил некоторым посредником между братом и мужем. Вот. И, в частности, участвовал в устройстве брака своего младшего братика Владимира, также на родственнице Геза II. Да, на женщине, которая приходила с родственницей Гезе II. После смерти Изислава, столь грамотно построившего сеть, родственную сеть, родственно-политическую сеть, сообщение о том, что Геза участвует в каких-то военных русских конфликтах прекратили. Однако Ростислав в статье в 1955 году, через год после смерти своего старшего брата фактически, младший из трюмвера старших сыновей, скорее всего, еще мог надеяться на помощь зятям. Ну, так же, как и Владимир, который был женат на родственнице Геза. Вот. И еще, что здесь важно. Федор Борисович уже об этом сказал по поводу термина Мачешича. Пока идет, пока у нас повествование касается исключительно Владимира и его старших братьев, термина Мачешич не... никакого Мачешича у нас нет. Это пренебрежительное прозвище у Владимира появляется в тот момент, когда на арене появляется Мстислав Изиславич, племянник Владимира, судя по всему, его ровесник. И тут действительно по отношению к... даже не по отношению к Мстиславу, а к паре, в повествовании, где Владимир идет в паре с Мстиславом, Владимир назван Мачешичем. Только здесь. Одну секунду, Одну секунду, Рая, надо пояснить тоже для, ну, так сказать, нерусистов, что такую... что это за прозвище Мачешич? Да. Как вы его понимаете? Ну, понятно, что вот этот суффикс «ич», который мы здесь видим, это то же самое, что в наших отчествах. То есть, это как бы ну, как бы Мачхин сын такой. Да, сын Мачхин. Да, я не... напрашивается аналогия «маменькин сынок», но имеется в виду не это, а именно речь идет о том, что он сын Мачехи, вот, прямой потомок этой Мачехи. Он такой полубрат. Да, полубрат. Ну, полудядя, да. Скажем, Ефросинья, условно говоря, вот эта венгерская королева Ефросинья, которая, вообще-то, русская княжна, она его так называет, по-видимому, не могла, потому что у них один отец и одна мать. Это прозвище отражает некую перспективу тех членов семьи, для которых эта Энна Дмитриевна является Мачеха. Да, да. Мачеха. Но дело в том, что у Лизы был вопрос, сейчас я, Лиз, только одну ремарочку скажу. Дело в том, что я просто пытаюсь подчеркнуть, может быть, сумбурно, может быть, плюс-минус понятно, что мальчешчим, он становится для второго поколения Мстиславича. Да, да, это интересно, да. Не для, там, Изислава и Ростислава, а именно, при том, что Изислав и Ростислав, они на целое поколение старше своего брата. Не на поколение. Да, на целое поколение. Нет, они, простите, Рай, на поколение мы как раз сбиваем чуть-чуть всех с толку. Они одного поколения, а по возрасту Владимир годится своим старшим братьям, сыновья. Ну да, получается так, да. В том-то и дело, что тут дважды происходит, в семье Владимира Мономаха несколько раз происходит такой сбой, который ведет к большому горю. Вот между, если мы вернемся по таблице немножко назад, то мы увидим, что между Мстиславом Великим, старшим сыном Мономаха, который родился, когда его папе было лет, ну, я так, трудно довольно сказать, ну, может быть, 15, 16, 17, там сначала появлялись, видимо, на свет девочки, но вот когда-то примерно в таком возрасте. И младшим сыном Юрием, который появился, когда Владимир Мономах был уже зрелым мужем, вот у них по возрасту была такая разница, которая может быть между отцом и сыном, хотя они были людьми одного поколения. И у Мстислава уже пошли дети, а Юрий только появился на свет. Получается, что он по возрасту провестник своих племянников, а по поколениям, ну, естественно, равен своим братьям. И, собственно, в летописи эта ситуация запечатлена напрямую. Я думаю, что я части публики уже поднадоела с этой цитатой. Даже не Мстислав, а Вячеслав, который помладше, но вот сын еще от прежнего брака, Юрию в какой-то момент говорит, что я тебя старе немалым, но многим. Ты себя родил, а я уже бородат был. То есть, когда Юрий появился на свет, даже не старший из его старших братьев успел обрасти бородой. И по поколенческому счету они принадлежат одному поколению, а по возрасту совсем разным. А дальше эта ситуация начинает тиражироваться, потому что у Мстислава тоже между его старшими сыновьями Всеволодом, Изиславом, Ростиславом и вот этими младшенькими детьми тоже такая же... Ровно те же разрывы, да. Ровно те же разрывы. А младшие дети появляются совсем незадолго до его смерти, он их оставляет маленькими детишками. В то время, как старшие уже давно женаты, уже у них тоже есть собственные дети и опять получается, что племянники оказываются ровесниками своих дядьев. Ну, собственно, да. Происходит такой вот сбой, происходит действительно, простите за вульгарность, некоторый такой когнитивный диссонанс, потому что вообще старшинство в роду считается по поколению. И должны, например, сначала править люди одного поколения, а потом только власть переходит к следующему. Но, разумеется, очень трудно совсем не обращать внимания на естественное человеческое биологическое старшинство. Если этот дядя твой ровесник, а еще, не дай бог, тебя годом младше, довольно трудно его воспринимать как старшего члена рода. Тебе начинает казаться, а почему, собственно, он, а не я сын своего такого замечательного отца. И вот эта коллегия, собственно, снова и снова воспроизводит. Старая, простите, ради бога. Я просто хотела сказать, что как раз Владимир и Мстислав, они, если верить реконструкции Домбровского, то Владимир 1931 года, Мстислав 1932. То есть, они в погодке получаются. Племянник и дядя. Это еще один Мстислав, который Мстислав и Мстиславич. Да, вот, да, конечно. Изиславич. Прости, Мстислав Изиславич, да. У меня вопрос про Мачешича. Почему мы так уверенно говорим, что Мачешич это уничтожительное такое прозвище? Почему это не может быть прозвище, ну, как бы, азитис, ну, вот, бывают там разные прозвища, вот он Мачешич, ну, потому что так получилось, там, там, с чем-то связано. Ну, почему именно такая негативная оценка должна быть у этого прозвища? Сын Мачехи. Ну, здесь он, здесь он явно идет, как сын Мачехи. Да, а что в этом плохого? То есть, что в этом такого, ну, то есть, это, конечно, такая необычная, необычное прозвище, но я не понимаю, в чем тут уничтожительность? Уничтожительности, может быть, и нету, но некоторое такое выделение, отделение его из общего ряда есть, потому что действительно, уничтожительность, это может быть слишком сильно, и пиративная негативная оценка тоже, наверное, слишком сильно, но 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 некоторое такое отмежевание его из общего ряда родственников есть. Ну, на самом деле, то же самое, мы встречаем, допустим, Олега Анастасевича, я не помню, он как-то по-честному когда-либо называется или нет, сына Ярослава Осмомысла, да, то там явно по матери название, ну, то есть, явно номинация по матери, она как бы подчеркивает такую ну, все-таки это разные примеры, потому что Анастасевич это вот указание на то, что вот, ну, ну, что он не Ярославич, а именно Анастасевич, потому что там имя женское, да, то есть, дело не в том, что она там мать, а именно, что вот женское имя, а здесь все-таки не имя, а именно некоторый такой вот термин, да, расфаг. Это правда, это правда, можно не обязательно говорить об уничижительности, а может быть, просто о такой разделительности, правда, что он противопоставлению его всем прочим братьям. Ну да, спасибо. Ну да, если на что и можно было обидеться, то только на то, что вот его выделяют по отношению к другим. Но надо сказать, что это выделение у него древние корни от одной матери, не одной матери. Если мы вспомним летописную версию завещания Ярослава Мудрого, он начинает свое объяснение сыновьям, почему они должны держаться заодно и кротко слушаться старшего брата, потому что они дети одной матери. Одного отца и одной матери. Одного отца и одной матери. А уж кому, как на Ярославу Мудрому, у которого с братьями как раз были очень разные матери, знать, как это важно. То есть вот этот вот сюжет, вроде бы вся власть передается по отцу, вроде самое главное, чей ты сын какого отца. А это такой вот подспудный и тем не менее очень важный сюжет. Нет, некоторая идея того, что этот Владимир Золушка, он есть, потому что вот есть как бы... Мачешек, конечно. Да, как бы вот он он чуть-чуть. Наоборот, да. Золушко. Да, да. Владимир Золушко, да. Ну как-то вы его прям совсем, он у нас мачешечет, Золушко, прям обидно за него. Ну, вы его просите. Да, да, но пока вот он я... То есть, собственно, я, если правильно понимаю, что он довольно долго, никто его мачешечем в летописи. Он довольно долго Владимир Пстиславич. Более того, он довольно долго, ну, когда заключается брак, когда Изяслав участвует в организации брака для Владимира, он ему прямо говорит, что этим браком ты укрепляешь, ну, то есть, я цитату сейчас после нашего разговора найду, да, он ему прямо говорит о том, что этот брак как бы помогает и тебе, и мне. И, в принципе, такое вполне отношение, вполне наравно. Вот, возвращ... Если вернуться... Ну, то есть, мы видим, да, что Владимир действительно превращается в мачешеча только во втором поколении Мстиславича. Если возвращаться к Эн. Дмитриевне, то далее она оказывается втянута в затяжной междоусобный конфликт ее сына Владимира и сына ее пасынка Мстислава Зиславича. Вот он у меня выделенный здесь. Ну, если вы видите какое-то выделение, там курсор бегает, я не знаю. Бегает-бегает, видно, да. Вот, да. То есть, здесь как раз та ситуация, о которой только что говорила Анна Феликсовна, где и дядя, и племянник примерно одного возраста, разных поколений, но одного возраста, и, соответственно, разгорается конфликт, при котором за власть борются два князя. Вот, и нам интересно, что в летописи сообщается, потому что в 1956 году Мстиславля, княгиня, была отправлена с невесткой на возе в Луцк, но в 1167 году она приезжает в Выжгород на встречу с сыном. Это два довольно далеко отстающих друг от друга сообщения, но между ними нет ничего. Сообщения об Энне Дмитриевне, но между ними нет ничего. И где находилась вдова Мстислава на тот момент, нам неизвестно. Однако, 1967 год – это год смерти киевского князя Ростислава Мстиславича, того самого, по отношению к которому она названа матерью. И что касается Выжгорода, то он находится в 20 километрах от Киева. Не исключено, что довольно долгое время, ну, если не сразу после 1956 года, то какое-то время до 1967 года княгиня жила в Киеве под покровительством Ростислава. Далее, видимо, после Выжгорода она действительно возвращается в Киев, откуда ее Истислав Мстиславич и изгоняет. И возвращаемся к того, с чего мы начали, княгиня уходит в Чернигов. Как сказано в летописи, по Всеволодичу. И вот, да, напомню, что этот эпизод дал повод толочка говорить о том, что она вообще никакая не новгородка. Однако здесь стоит иметь в виду еще одного важного члена этой большой семьи, Энн Мстиславну. Да, тут еще добавляется персонаж. Жену Всеволода Ольговича. И с самого начала... Дочка Мстислава Великого от первого брака и... И жену Всеволода Ольговича. И нам о ней стоит знать, что, как уже говорил Федор Борисович, изначально, вы же об этом говорили, да, что изначально брак ее со Всеволодом был таким, ну, такой возможностью... У Альянса некто. Альянс, да, Альянсом и возможностью сгладить конфликт между... Черниговцами и Мономашичами. Черниговцами и Мономашичами, да, между Всеволодом и Мстиславом изначально, да. И далее у нас, да, по-моему, у меня есть... Да, вот она цитата. Всеволода упрекали в том, что он... Любовь имеет с Шурьями больше, чем с родными братьями. Да-да? Кто-то что-то хочет сказать? Нет-нет. Это такой... Мы возвращаемся назад в историческое перспективе, что у Мстислава Великого есть дочка от первого брака, которую довольно рано выдают замуж постарше за Черниговского князя Всеволода Ольговича. Да, и через какое-то время после смерти Мстислава, собственно, Всеволод и... Всеволод, муж Энны Мстиславовны в крещении Марии, занимает... занимает киевский стол и княжет там до своей смерти в 46-м году. И, по-видимому, при его правлении в Киеве живет наша Энна Дмитриевна и растет Владимир. Владимир Мачешич. Ну, тот, который будет Мачешичем позже. Вот. И здесь мы... У нас нет сведений. Ни о взаимоотношениях... Практически нет сведений. Ни о взаимоотношениях самого Владимира с Энн Мстиславовной. Ни тем более о взаимоотношениях Энн Мстиславовны со своей мачехой княгиней Мстиславлей. Однако, нам известно, что... Теперь мы возвращаемся уже вперед в 67-й год, в год изгнания Энн Дмитриевны из города Киева. Нам известно, что в очередной раз нарушивший крестоцелование Владимир, крестоцелование по отношению к Мстиславу Владимир, убегает из Киева и оставляет в Глухове у княгини Всеволжей, у Всеволжей, жену и детей. То есть, скорее всего, это та самая Всеволжья, та самая старшая сестренка, при которой рос, взрослел Владимир, и она берет на попечительство свою сноху и племянников. И не знаю, насколько дает нам это право говорить о том, что в данном конфликте Энна Стиславовна заняла в сторону брата, а не племянника. Здесь я очень сомневаюсь, но тем не менее такой приют она своим родственникам по отношению к младшему брату, по отношению к тому самому мачерству, она обеспечила. У нее в каком смысле не было другого выбора, конечно, но она могла теоретически пойти против родовых связей и предпочлить племянника. Могла бы, нет, почему против? Брат все-таки ближе, нет? Очень трудный. Давайте дадим Рае досказать, что называется. Здесь можно, потому что дальше я уже перейду к ее сыну. Я прошу прощения за сумбургию. Наоборот, мы вам мешаем и очень последовательно все. Все хорошо. А можно позволить тебе такую сентиментальную картинку, если только Рая не пыталась нарисовать ее сама, не хочет ее в дальнейшем нарисовать сама? По поводу света слова? Нет, нет, не про света слова, про саму, про Владимира, про его сестру, про то, что происходило в Киеве. А сентиментальная картинка, ничем не подтвержденная, но никакими специальными летописными известиями, но, как мне кажется, решительно ничему не противоречащее и в некотором смысле естественное. Вот жил-был князь Мстислав, который умер, оставив в Киеве свою молодую жену Новгородку с то ли двумя, то ли тремя маленькими детьми. Один из них Владимир, Владимир, другая будущая королева венгерская Ефросинья. Дети совсем маленькие, она одинока. И продолжает она жить в Киеве, на Мстиславле дворе. Через некоторое время киевским князем становится муж ее патчерицей, а патчерица ее Мстиславна становится киевской княгиней. Обратим внимание, что у нас тут такая прежняя история, что мачеха и патчерица практически одного возраста. Патчерица даже может быть постарше, вот она стала киевской княгиней, а тут у нее поблизости живет ее маленький братик со своей мачехой. Естественно, допустить, что этот маленький братик и мачеха, пока она киевская княгиня, так более или менее тусуются при ее дворе. Собственно, это и необходимость такая родовая, а как не бывать при дворе киевской княгиней ее ближайшим родственникам. И ребенок мал, и он довольно долго до самой смерти мужа этой княгини там и подрастает. И сама она, по-видимому, в Киеве, потом вот эта дочка Мстислава, когда ей самой случится вдоведь, когда ее Черниговский, а потом и киевский князь Всевол Тольгович умирает, она вообще тоже довольно много времени проводит в Киеве, это мы знаем наверняка, потому что именно она продолжает и заканчивает строительство Кириллова монастыря, монастыря, посвященного святому покровителю ее покойного мужа. То есть совершенно очевидно, что и потом и овдовев, когда овдовеет вторая из этих женщин, дочка Мстислава Великого, у нее есть немало шансов и случаев видеться со своим маленьким братом и с его матерью, а своей мачехой в Киеве. Он для нее такое малое дитя, этот Владимир, который вырос при ее дворе, в то время, когда ее родные братья, родные по отцу и по матери, в Киеве не сидели, а торчали на разных краях русской земли, потом боролись за власть и так далее. То есть вот сквозь все такие смену ветви Рюриковичей на Киевском престоле, потом долгий затяжной династический конфликт, эти вдовы имели возможность, вдовы примерно одного возраста, имели возможность видеться и общаться в Киеве, а маленький братик при своей старшей сестре Мстиславне постепенно становился юношей, потом и взрослым мужчиной. И с ее стороны, видимо, никаких, так сказать, претензий к нему не было и быть не могло. И этим он был не соперник и так далее. Да-да-да, то есть то, что, ну, я пыталась это сказать в двух словах, конечно, потому что он взрослел именно при... Нет-нет, я прошу прощения, потому что действительно там подтверждать мы не можем. У нас нет трогательных описаний, как проводит дни при дворе падчерицы, как маленький брат играет или суетится возле своей старшей сестры княгини Киевской, которая, естественно, оказывает ему покровительство. Ничего этого в летописи нет, мы просто знаем, что они живут в одном месте в одно время, и куда ему от двора сестры было бы деваться Владимиру-то. Да, ну да, собственно, некуда, и тут уже я совсем-совсем заканчиваю, извините за долгое повествование, возвращаемся к тому, что Инна Дмитриевна ушла в Чернигов. И в Чернигове мы, опять же, спасибо, Анна Фельсовна, что вы вот сделали, допустили такую реконструкцию, потому что я бы сама не решилась об этом сказать, повторюсь, что у нас нет никаких упоминаний, в принципе, у нас нет никаких упоминаний в летописи о взаимоотношении женщин друг с другом. Когда-то там у нас упоминается, что княгиня со снохой там, или, в общем, только-только какие-то очень-очень спорадические и очень непространные упоминания, но о том, как они взаимодействовали, мы ничего не знаем. И тем не менее, Эм Мстиславлия, именно вторая жена, уходит в Чернигов, где на тот момент княжит тот самый Святослав Всеволодович, который, я тут возвращаюсь совсем в конец, в начало нашего доклада, был назван любимым сыном Ростислава в той самой статье 1154 года, где у нас появляется неродная мать, ну, мальчиха, названная матерью, и дядя, Вячеслав, названный, тоже названный отцом. Вот. И мне кажется, что здесь как раз это нам показывает, что у Эн Дмитриевны в свое время сложились довольно близкие и довольно крепкие отношения со своими старшими пасынками, до того крепкие, что она действительно не последовала за сыном, ну, собственно, и сыну-то, по-моему, на тот момент некуда было деваться, не последовала за своим старшим сыном в Суздаль, не вернулась обратно в Новгород к родственникам, а пошла тоже к родственникам, но не по крови, в Чернигов, к Святославу Всеволодовичу, своему, ну, сыну, своей пачерице. Можно ли назвать это каким-то образом внуком или нет, но тем не менее. Вознедревнерусской традиции называются в таких случаях внучкой, да. То есть, то есть пошла, ну, фактически к своему неродному внуку. И, вот, ну, собственно, у меня, наверное, все. Спасибо, Рая. К сожалению, Zoom нам как-то не очень дает возможность поаплодировать, но лично я вот как-то с удовольствием благодарю вас и аплодирую внутренне к такому интересному докладу. Пару каких-то добавлений поясняющих. Сейчас я там возможно всем задать вопросы. Ну, вот, правильно ли я тогда понимаю вашу мысль, что вот тогда эпитет Мачешич, который появляется у Владимира как бы на уровне генеалогической таблицы не его братьев, не в среде его братьев, а в среде его племянников как бы отдаленных, да, Святослава и Местислава. Правильно ли я понимаю, что это их перспективу отражает? Вот они, он Мачешич для, он Мачешич для, для вот этих вот Святослава Всеволодовича и Местислава Изяславича. Он как бы, как она им не родная бабка, так? Подождите, для Святослава Всеволодовича и Владимира... Святослава Изяславича. Да, 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 Мстислав Изяславич, да. Да. Почему нет? Нет, это две разные перспективы, то есть он Мачешич для сыновей своих братьев. Да, Святослав, ой, Мстислава Изяславича. Да. И он по-прежнему добрый дядя для сына своей сестры. Да, Святослава Всеволодовича. Да, Святослава Всеволодовича, конечно, я не того, да, простите, конечно, он добрый, да, он... Дело в том, что мне здесь, ну, вот сейчас уже совсем что-то из серии фэнтези у меня появится, я прошу за это прощение сразу. Пока я, ну, вчера у меня эта мысль посетила, дело в том, что мне кажется, что в летописи у нас встречается такое переключение точки зрения именно в киевской летописи, я не проверяла пока еще нигде других текстах. Дело в том, что у нас есть Святослав... У нас есть Мачешич, Владимир Мачешич по отношению именно к Мстиславу, и он, насколько я помню, только к Мстиславу так и называется. Плюс у нас есть и это... Ну, плюс у нас есть еще один момент, вот с тем двором злосчастным Энн Дмитрием, на который я долгое время, Анна Феликсовна знает, который я долгое время пыталась куда-то хотя бы включить в свое повествование. Дело в том, что там есть интересный эпизод. Двор с точки зрения Владимира, когда он вступает, он вступает на двор матери своей, а когда киевляне вступают на этот двор, они вступают на двор Мстиславли. То есть получается, что летописец как бы переключает точки зрения, то есть похоже на такой киномонтаж, когда мы видим, ну, допустим, сначала у нас идет картинка общая, а потом мы переключаемся и видим ту же самую картинку глазами другого героя. Я не знаю, насколько для летописи это возможно вообще, но... Да, возможно точно, это показано на разных других примерах. Вот, ну да, то есть здесь я вижу как раз вот такое переключение точки зрения и такой киномонтаж и в случае с двором Мстиславлем и двором матери и в случае с Мстиславом Изиславовичем. Вот. Отлично. Так, мне еще тоже что-то хотелось бы сказать, но это я сделаю потом, а сейчас я хотел бы предоставить возможность задать вопросы другим. для тех, кто любит особенно новгородскую тему, поясню, что этот самый Владимир Мачеш никто иной, как отец Ярослава Владимировича Титра Спасова не ведется, кто помнит. Можно вопрос? Да, вот, пожалуйста, Лиза, вопрос. У меня вопрос по первой цитате и вопрос связан с тем, что у нас появляется отец и мать, хотя на самом деле это дядя и мачеха. Можно ли говорить, что вот эта вот мать, которая появляется в тексте, она как бы связана с этим термином отца, ну, в общем, точно так же, как связан князь и его жена, то есть, когда жена упоминается просто вот как... Нет. Нет, Лиза, мне кажется, нет, потому что... Здесь какая-то сознательная конструкция именно делается, что вот... Нет, мне кажется, нет, потому что отцов, детей, отцов, ну, неродных отцов, скажем так, да, у нас очень много. У нас неродными отцами могут называться зитья, не зитья, простите, старшие братья, отец и братья, да, у нас могут называться дитья, причем чаще всего острые, да, реже, увы, но тем не менее. У нас могут называться тести, отцами тоже совершенно спокойно. Более того, у нас может называться отцом некий старший родственник, который, ну, как Юрий Долгородович, для своего недалекого родственника назывался отцом, который просто оказывает покровительство. Поэтому здесь вот такой термин, типа, князь и жена, да, отец и мать, он не очень работает. Нет, насколько я поняла, что потом это все немножко начинает распространяться, что там мачеха может быть названа матерью, или я неправильно понимаю? Это единственный случай. Я, видимо, не совсем четко это проговорила. Это единственный, почему это и зацепило меня, и почему это дало повод построить вот такую длинную реконструкцию о том, как себя вела Энд Вит, и как она вообще жила и существовала в этом контексте политическом. Потому что это единственный термин, это единственный раз... Лизин, вопрос легитимный совершенно и правильный, но это вот такой интереснейший летописный пример двух изводов одного и того же явления, изводов совершенно между собой не связанных, когда термин родства употребляется в переносном смысле, но за каждым употреблением стоит своя реальность. Они в этом смысле не... Ну, как бы... Это как аммонимы, понимаете? То есть они разные очень эти... Но замечательно, что эти два случая сведены в одном летописном фрагменте, буквально в одном летописном предложении. Вот это уникально, да. То есть вот в этом статье 54-го года у нас получается, что неродные дети неродные племянники Сестричи, неродная мать, которая на самом деле мачеха, неродной сын Сестричич и неродной отец. То есть там прям такой пересчет мощный проходит. У нас есть какие-то свидетельства, ну, например, не знаю, в новозаветной истории, не знаю, в векозаветной или что-то вот какие-то... Ну, у нас есть вообще пути какие-то, по которым мы могли бы связать этот вот пример уникальный с каким-то литературным, не знаю, источником, каким-то, не знаю... Не похоже. Не похоже? Я не знаю. Не похоже, нет. То есть вы имеете в виду, есть ли образец какой-то литературный, да? Ну, вот что вот, ну, поскольку это такой уникальный случай, это очень интересно, и сразу как бы первая мысль приходит, что может быть это где-то уже вот в христианской, не знаю, в новом завете, в ветхом, что это что-то такое уже имело место, и тогда у нас имеет, ну, мы имеем дело с какой-то аллюзией. Мне кажется, говоря интернет-языком, это можно было бы на современный уровень перевести, как летописец детектед, он сам, он сам не очень осознает это, он, понимаете, то есть тут не нужно, мне кажется, искать какой-то прототип литературный, потому что сама реальность вообще, так сказать, не менее интересна. Ну да. Нет-нет, нужно. Литописец проговаривается в каком-то смысле, он привычно для себя образом описывает некую династическую ситуацию, и вот этим и интересен, он и проговаривается в данном случае. Вы знаете, строго, сейчас, может, я просто чуть-чуть еще доотвечу, может, в перспективе, так сказать, в христианской перспективе, в перспективе теории единой плоти, вообще говоря, мачеха это мать, вот ее так надо называть из какого-то времени, гораздо позже, в древнерусской перспективе так оно и будет, и неродные внуки будут называть бабку-мачеху, такой есть замечательный бабушкой, и дети будут называть мачеху-матерью, но в летописном узусе, в той части, где рассказывается о домонгольском времени, этого совсем нет. Вот неродную мать называют мачехой, ее могут уподоблять матери, вот как Рая совершенно замечательно сказала, что она может говорить, что он к ней относился как к матери, но вот такого здесь очень бережется термин мать, как раз он очень буквально как правило, в большинстве случаев он как раз охраняет кровную, такую прямую, простую, кровно-родственную связь. Мы знаем, Владимир Мономах говорит о своей мачехе, что она была как мать. Я приводила это. Но она ему, он ее чтил, а как мать. Тут ключевое слово как. На самом деле в летописи еще встречается несколько примеров со словом яка, яка мать появляется, и она не один раз. В господи, Гайско-Волынской летописи есть президент яка матери, да, там, ну, почти как-то. Понятно, что если вы любите кого-нибудь как мать, то как минимум этот человек вам не мать. И это в летописном музыке совершенно вот так. Мне кажется, что у Жени был вопрос. Тоже можно потом вопрос. Или Женя ошибся? Нет, я хотела спросить, спасибо большое, очень интересно, очень интересно было. У меня, может быть, такой наивный вопрос. Вот, если это один единственный пример, ну, как я поняла, да, и больше такого не встречается, это не могло быть, что, например, летописец, ну, забыл, кто была настоящая мать. И на самом деле не помнился. да, то есть, как бы, очень интересна вот эта вся реконструкция, но, как бы, не может быть, ну, какого-то там решения, что он просто мог не помнить, кем она приходится. Или вот тут появился в письменном чате вопрос, не мог ли летопис потерять Яко. Ну, мне кажется, грамматически не мог. Грамматически не мог. Никак не всумишь. Это, конечно, вообще всегда такое, но такой вариант можно и нужно держать в голове. Но, во-первых, в связи с этими же персонажами появляется термин мачешич или мачешич, которого в летописи тоже больше нигде нет, а он употребляется несколько раз. Это да. Это с одной стороны. И это нас, вот, применительно к этой же, то есть, сын этой женщины называется, и брат этого человека называется мачешич. А, а кроме того, ну, как-то так вот, что летописцы обычно очень хорошо умели считать, так это родство. Это родство, да, это важно, плюс, ну, на самом деле, мне кажется, что... Забыть, конечно, под рукой переписчикам много чего могло возникнуть, но это очень вряд ли. Вот, например, Вячеслав называется отцом Ростислава ровно с определенного времени, когда Христоцелованием заключен договор, что они, что Ирислав и Ростислав ему как дети, а он им как отец. То есть, тут случайности, но это как бы для них такая сердцевина, это вот самое главное. Спасибо. Простите, а можно тоже маленький вопрос, раз об этом речь зашла? Ну, давайте, а потом Даша. Да, вот, простите, если я на что-то не обратил внимание, Рая, может быть, про это говорил, но тут вот Федор Борисович сказал про изводы, и, ну, в общем, насколько, можно ли на эту проблему посмотреть как фиксологически, так она, эта вот мать появляется только в одном конкретном тексте, может быть, это какое-то искажение текста или вроде того, или может быть, ли оно быть в других случаях? Вот, частотность появления нашей героини, да, ну, такую частотность я встречала только вот в киевской летописи. И мне кажется, что здесь, может быть, я не права, и, может быть, Анна Федоровича и Светлана Борисовича меня поправит, мне кажется, что здесь летопису все-таки было важно каким-то образом рассказать о ней, да, и термин мать здесь тоже не случайен, и, собственно, как бы, ну, я попыталась построить доклад, ну, то есть попыталась подчеркнуть доклад именно то, что она действительно была, ну, может быть, к ней не относились как к матери, но, тем не менее, это был довольно такой важный человек в жизни Борисовича, и поэтому термин не случайный, и дальше упоминания о ней не случайные, и не случайный ее отъезд вот к такому неродному внуку абсолютно, то есть, не знаю, ответила я на ваш доклад, на ваш вопрос, нет? Да, я уже заговорила. Вполне, да, 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 ну, единственное, что... Мне тоже, ну, как уже по предыдущему поводу Анна Феликсовна сказала, конечно, так голову на отсечении сто процентов дать, что это не ошибка, нельзя, что, но, все-таки, это самое последнее, что стоит предполагать, пройдя, так сказать, искусы всех построений, потому что, ну, вообще говоря, мы так летописцы-то не очень ловим на таких ошибках, вообще их нету. Нет, может быть, просто это не ошибка, может быть, другие случаи, которые мы не видим, как раз поэтому мы и не видим. Ну, это просто, это такие очень неуловимые концепты. Знаете, тут еще штука в том, что это пример из ипатевской летописи, а ипатевская летопись вообще такой абсолютный чемпион по указанию, по присутствию терминов родства и свойства и указанию родственных отношений. Нам и во многих других случаях ее не с чем сопоставить, просто потому что нигде так много об этом не говорится. То есть вот тут не приходится говорить, ага, в ипатевской есть, а в ипатевской нету, и значит, может быть, и в ипатевской это такая какая-то вставка, что-то встроенное, что-то эдакое, а в ипатевской нету доброй половины, если не больше того, что есть о родственных отношениях в ипатевской. А там, где что-то есть в той и другой летописи, как правило, никаких противоречий мы не находим. То есть вот у нас, к сожалению, ипатевская летопись такой единственный источник, который вообще так любит этим всем заниматься, и куда гораздо больше шансов у любого отношения родства или свойства попасть. Хорошо, спасибо. Но все-таки позвольте заметить, что в ипатевской летописи довольно часто встречаются всякие искажения и ошибки, может быть, не в терминах родства, но в каких-то названиях, например, и вот в каких-то вещах, ну вот, если сравнивать их, по крайней мере, ну, в рамках повести именно в летах хотя бы. Названия, ты имеешь в виду, что географические названия? Ну, типа вот этого Ракома, который... Нет, ну, наверное, наверное, что-то есть. Но терминология родства это такой особый тип лексики, где реддитописец ошибиться, ну, не то чтобы не мог, но это, по-моему, было опасно довольно. Это было очень важно для того, чтобы подчеркнуть родство или не родство князей. На этом строилась, в общем-то, вся политическая игра. Нет, похоже, у нас целенаправленная задача не дать Дашу задать вопрос. Да, прости, Даша. Да, я... Сейчас я добавлю, что теоретически можно себе представить, что, скажем, в протографе было и приказами Стиславля, а позднейший, значит, редактор добавил матери своей, пытаясь пояснить, кем она приходилась в Стиславу. И в этом ошибся, считая, что она ему мать, а не мачеха. Это какой-то умный редактор должен быть. Но это какой-то такой редактор, да, который небрежный во всяком случае. И вроде бы в терминах «своиства» и «родства» он в «Ипатийской летпице» такой небрежности особо нигде не проявляет. А наоборот, мы его часто ловим на чрезвычайно тонких оттенках, которые он стремится отразить в передаче родственных связей. Так что исключать нельзя, но, наверное, это последнее, что я бы предполагал. Давайте Даше дадим слово, а то нехорошо. Мой вопрос, может быть, немножко такой профанный, но правильно ли я понимаю, что в этом примере, который я вижу, отец, это примерно по такому ранжированию, это примерно как в скандинавских примерах это «магр» такой. То есть это свойственник, который может быть и тестем, и еще кем-то, еще кем-то. То есть это такой термин, который намного кого распространяется. Ну, не совсем, потому что «магр» обладает таким потенциалом объединительности именно благодаря тому, что он покрывает связи через женщин, а не связи по крови. Про кровных родичей, так сказать, все-таки трудно. понимаете, кровное родство, оно более всегда под микроскопом, более детализировано и конкретно. Поэтому, пожалуй, что все-таки нет. Пожалуй, тут за этим стоит, ну, я обещал что-то сказать, но не хочу сейчас отнимать время у других. Вот за именованием Вячеслава отцом, в том числе и в этом фрагменте, стоит очень важная с династической точки зрения процедура, так сказать, когда Вячеслав и его племянники назначают друг друга отцом и сыном. И с этого момента мы про это и говорили. Так что в этом смысле это не такой обобщающий термин, а это как раз почти как титул, это очень предметный термин. И мать здесь это тоже такой предметный термин? Или это все-таки что-то обобщающее? А вот мать что-то вот мать просто может ли быть мать вот таким аналогом? Мой вопрос был скорее про то, что если я просто не знакома, но может быть в древнем скандинавском есть термин для женщины типа магр? Или нам про такое неизвестно? Кажется, нету. Кажется, нету. Ну, это все-таки не совсем то же самое. Если я правильно понимаю термин магр, может быть, Федор Борисович меня сейчас поправит, то здесь просто обозначение некого родства через женщину, неважно, дружит, оказывает какое-то покровительство один князь другому или нет. Совершенно верно. Я бы еще сказал, я, в принципе, когда-то лекцию собирался прочитать про термин магр, но это не для посвященных в эту проблему. Может быть, от этого стоит сейчас уйти, чтобы не путать тех слушателей, которые не очень разбираются в этой проблематике, но скажу только так, что магр скандинавская, там все направлено на то, чтобы устранить иерархию между двумя участниками ситуации. Когда я кого-то называю магром, а он меня называет магром, мы равны, сколько бы нам лет ни было, какими бы мы властными имуществами, властными привилегиями не обладали. Это уравнивающий термин. термин отец и отчим они магры, и два мужчины женатые на двух сестрах они магры. Совершенно верно, термины мать и отец, они сразу задают иерархические отношения. Допустим, двойной термин, насколько я понимаю, да, Федор Борисович, отец и брат, там, подчеркивание некоторого старшинства все-таки, то есть, ты мне брат, но сильно старшинство. То есть, получается, что это такой термин, который тоже может в себе, на самом деле, вмещать разные отношения, но это другой уровень иерархии, чем... Да, пожалуй, так, да. Мне кажется, по поводу разных отношений, если говорить в контексте о Древней Руси, да, Даш, или ты Магр? Мне было просто интересно, что получается это такой же термин, у которого нет четкого что-то, не знаю, как сейчас мы думаем, что если это мать, то мать, в смысле, женщина, которая меня родила, да, а здесь, или там, что дядя, это точно там брат отца, а что в Скандинавии там Магр, это не так, да, то есть, там это разные совершенно люди, и мать, получается, что это тоже, ну, не всегда женщина, которая тебя родила. Даша, вы относительно русского современного узуса не горячитесь. Выпивший человек на улице, любую старшую случаем, раз у меня сейчас есть пальма, вот, вот когда Владимир Святославич говорит Блуду, обольщая его, что, мол, будешь мне как отец, если ты предашь Ярополку, он что имеет в виду? Это отдельная очень интересная проблема. Обратите внимание, что у Владимира на этот момент родного отца нет, то есть, он как бы нуждается в некотором таком покровителе, заместителе отца, что вот я тебя буду почитать как отец, как отца, это отдельная очень сложная вещь, что он имеет в виду, собственно, и какую роль при нем играет, скажем, другой человек Добрыня, который его дядя по матери, и который отчасти по отношению к нему, по крайней мере, в поздней версии рассказа о его женитьбе и исполняет для него роль отца, потому что он ему отыскивает невесту и устраивает его брак. Абсолютно по-идиотски, как оказалось в процессе, но устраивает. Вот это не пустой такой звук, и обратите внимание, что так может в летописи всегда говорить либо князь, у которого нет отца, либо князь, который со своим отцом кардинально поссорился. Такое тоже бывает. Когда он поссорился с собственным отцом и обращается с такой просьбой, не обязательно просьбой, иногда вступают просто в такие отношения заместительного отцовства с кем-то еще. То есть по-хорошему это очень представляет такую вещь, когда это наивысшая почесть, которую я могу тебе оказать за твое дело, что я тебя буду почитать за отца вот так, как если бы ты был реальным моим отцом и я бы тебя почитал вот как лучшие куницы тебе будут уходить, лучшее серебро, ну что-нибудь в таком духе. Очень часто это просто продукт договора и собственно то, что происходит между Владимиром и Блудом, это и есть устно заключаемый договор. Он не просто в студии по всей дальнейшей практике, он не просто к нему пришел и сказал, слушай, помоги, будь, отец, дай прикурить. Почти. Ну да, жизнь мельчает. Нет, в такой есть такая, ну, в человеческих сообществах есть такое универсальное явление, как такая коммуникативная иерархизация, как способ достижения цели. Видимо, это эквивалент тому, что когда две собаки начинают драться, одна из них в какой-то момент валится на спину и, значит, болтает ногами, обнажая брюхо и показывает тем самым, что она целиком побеждена и, так сказать, готова признать свое поражение. Когда у вас, вам говорят, отец, дай прикурить, собеседник ваш как бы заранее, ну, так сказать, умоляет себя и ставит себя в позицию иерархически более низкую, чем тот, кого он называет отец. Собственно, отчасти то же самое происходит и с князьями в каком-то смысле, когда они договариваются о том, что Вячеслав им будет отец, а они будут его сыновьями, они тем самым признают его старшинство и главенство, понимаете? В общем, эта фраза в чем-то эквивалентна фразе отец дай прикурить. Даже при условии, если, допустим, младший князь все равно оказывает какую-то поддержку, как получается в случае с Вячеславом, он действительно уже успел составиться к тому времени в этом династическом конфликте. Он объявляет, что он суды судить, ряды рядить уже не может и войско полностью водить не может. То есть это его функции главенства во многом номинальный. Свадебный генерал, да. Править будут по большей части его молодые племянники. И в то же время, которые теперь названы его сыновьями, и это не зазорно для обоих сторон. Теперь, для обеих сторон. Потому что племянникам, назвав его отцом, не стыдно признавать его главенство, а ему, назвав его сыновьями, не зазорно делегировать им чуть ли не все свои функции княжества. и потом описывая, что они что-то решили, что они с кем-то договариваются, скажем, с теми же венграми, всегда летописец будет заботливо перечислять, что Изислав, Ростислав и отец их Вячеслав. Да, собственно, договор, насколько я помню, происходит в год обострения конфликта очередного с Юрием. То есть получается, что довольно старый уже Вячеслав, который ряды рядить не может, и уже не может признавать, не готов признавать на стол физически, то все равно является старшим в семье и это дает право не уступать столу Юрию, как я это понимаю. да ведь? Да-да, который является для него младший брат, а для племянничков все-таки дядя. Все-таки дядя, да. Так это функционирует в принципе, как и в конструировании любых некровных, в данном случае немножко все-таки кровных взаимоотношений, как и, например, кейсы с когда один человек становится крестным отцом другого. То есть это взаимная ответственность, которая укрепляется конкретным термином. То есть ты мой отец, я твой сын, поэтому мы друг другу обязаны более, чем если бы мы просто были союзниками. Ну да, это крестик взрослого, который сам подумал и согласился. Да-да, это то, что сейчас модно называть конструированием дополнительного родства какого-нибудь или что-нибудь в этом роде. Тут дело осложняется тем, что они вообще говоря все родственники, тем не менее. Просто они, надо сказать, на некоторых других ступенях располагаются родства. И эти ступени вот благодаря таким процедурным договоренностям, они как бы вот уменьшаются между ними. но мы это как раз такое в Скандинавии видим, когда приемный отец это уже некто из семьи, как правило, дядя, и таким образом он просто становится гораздо более близким родственником. Совершенно верно, совершенно верно, да. Да. Есть ли еще вопросы кого-нибудь из присутствующих? Я уж даже не знаю, сколько у нас осталось, но... Рая, вы не покажете другие части хендоута, которые вы как-то не успели показать? А как я... Нет, все есть. А вот нижняя табличка, она что? Нижняя табличка это то же самое, я просто не хотела вас лишний раз возвращать вперед. А, понятно, понятно. Было бы, конечно, вот такие мелкие подсказки, которые, вот если вы еще раз будете делать такой доклад, а я вообще на это надеюсь, это скорее так в порядке отшлифовки, а не критических замечаний, мне кажется, что было бы очень полезно видеть в хэндаутах ту самую ключевую цитату, где Владимир Мачешич впервые назван Мачешичем. Да, вот это вот. Она интересна, может быть, там что-то есть, так сказать, вот неожиданно с языковой точки зрения. И, кроме того, одно, одно абсолютно очевидное дополнение, которое, ну, несомненно, вытекает из всего, что вы говорили, но просто это не было сказано эксплицитно и напрямую. Для того, чтобы слушатель воспринял психологически вот ситуацию с этой Энн Дмитриевной, надо понимать, что какой-нибудь Изислав Местиславич и Ростислав Местиславич, ее пасынки, они, вообще говоря, вероятно, даже гораздо старше ее. Она для них девчонка, которая вот-вот только вышла замуж. Это такая, о ней всерьез говорить, как о мачехе в современном музусе, можно только иронически, понимаете, потому что я подозреваю, что она просто моложе их по возрасту. Или икра икра. Или находятся с ними в одной возрастной категории. Уж точно не старшие, так сказать, ничем. Она либо сверстница, либо младший, понимаете? И это вот важно просто проговорить, потому что это тут опять-таки есть два уровня. Есть уровень семейно-династический, там все расставлено по местам. Она мачеха, а не пасынки, конечно, как иначе. А есть такой уровень семейной реальности, где, конечно, ее, так сказать, всерьез называть мачехой, наверное, трудновато. А матери еще труднее, но существенно еще труднее. Матери еще труднее. И там, на самом деле, в случае, допустим, с Изиславом, он посылает Мстислава за мачехой, которая явно моложе, чем пасынок, и там называются как раз мачехой. То есть здесь я бы не стала... То есть я не знаю, это, конечно, можно проговорить, но матерью как раз еще труднее, мне кажется. Еще труднее, так тем интереснее, так она называется. Это не только никак не противоречит всему, что вы рассказывали, а наоборот, просто высвечивает с другой, еще с одной стороны. Вот только это. Никакого противоречия в том, что вы рассказывали, это все не несет. Хотя тут стоит обратить внимание, что к тому моменту, когда, вот к тому году, когда под которым появляется ее именование как матери, она уже прожила в этой семье, бог знает, сколько лет, и она уже, и ее пасынки, и молодые люди, и падчерица, и сама она уже совсем не юное существо. То есть, так или иначе, она посуществовала в этой семейке много лет. И уже Святослав Всеволодович довольно взрослый, самостоятельный князь, ну, собственно, сын Энна Стиславовна. Да, ее неродной внук. Да, к которому она позже уйдет. Да. Тут был вопрос, письменно заданный, по-моему, от Володи, если я правильно уловил. Насколько часто Владимир Мачешич называется Мачешичем? Ох, сейчас я вам точную цифру не скажу, не буду брать. Не один, больше, чем один раз, да? Больше, больше, да. Ну, то есть, там, конечно, не десяток, но более, чем один раз. чем один раз. Более, более. Я слышу себя. Есть ли еще вопросы, друзья? Ну, вопрос, как-то вопросов пока не слышно. Я, наверное, может быть, стоит как-нибудь потом отдельно рассказать про историю Вячеслава и то, как мы с Анной Феликсовной видим весь этот династический конфликт, династическое примирение, что гораздо важнее, потому что этот Вячеслав совершенно особая птица, так сказать, в семьяном номере. Я просто боялась еще утопить коллег в... Правильно, правильно, что не стали в эту сторону уводить, а я как бы пообещал, что расскажу, но думаю, что сейчас это не очень уместно, просто чтобы не избивать послевкусие от вашего доклада. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы, друзья? Или недоумения? Позражения. Нельзя этому будет посвятить следующая лекция? Вячеславу? Ну да, чтобы все вот так логично... Так было бы все хорошо, но он к Скандинавии это никакого отношения не имеет. Это такие внутри династические разборки Рюриковичей, которые... Такие вполне сложные, интересные, системные, нами очень любимые, какие угодно, но не скандинавские. Может, промагров тогда? Да, может быть, скорее промагров, и так в сторону уходя, может быть, если будут слушатели, которые есть сегодня, то можно для них сделать примечание про историю Вячеслава, но в качестве такого просто фона того, что происходит у русских. Потому что в этом отношении, конечно, скандинавская династия и Рюриковичи, ну как-то они идут своими путями, они по разным дорожкам идут. Там, безусловно, много общего и много похожего. Я вообще обращу ваше внимание, что в Скандинавии в зачаточном виде, но мы время от времени сталкиваемся с конфликтом дяди и племянника, таком классическом конфликте для династии Рюриковичей. Но поэтому лучше сейчас уж не будем на это отвлекаться, а действительно, может быть, в следующий раз, вот как я вижу, некоторые хотят этого, в следующий раз просто на этом, может быть, чуть подробнее остановимся. Но вообще замечательный доклад, спасибо большое, Рай. И что особенно радостно на этом, как-то вас всех хочу отпустить, если нет вопросов, что особенно радостно это то, что вы, так сказать, идете в разрез с тем, что придумали в свое время мы с Анной Феликсовной. И надо сказать, что я готов принять вашу точку зрения как более адекватную и интересную, потому что мы-то считали, что прозвище Мачешич отражает перспективу старших братьев Изяслава, Ростислава, и это, ну, это такое пренебрежительное именование вот этого маленького мальчика бородатыми князьями, его братьями по необходимости и воле обстоятельств, но, так сказать, всерьез его еще особо не воспринимающими. Но, пожалуй, что ваши перспективы и ваш ракурс интереснее, то есть он как-то, так сказать, вот сложнее, интереснее, это радует. Есть ли еще вопросы? А у меня, все выключилось. Нет, вы еще здесь. У меня в тот момент возникло ощущение, что я сам с собой типа говорил. Как стирались. Слышно, хорошо. Или это был неумеренный пафос с моей стороны, поэтому всех как-то всех как-то про него. Мы не молчали, я думаю, так. Ну что, друзья, по-моему, очень интересный получился семинар. Я даже какие-то вижу достоинства в Зуме, хотя вижу его недостатки, очень не хватает простого живого общения, но будем переходить на переносные значения терминах родства, будем переходить на такую субституцию живого общения, ничего не поделаешь. По-моему, тоже неплохо получается, так что будем держаться этой линией. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok